всем привет привет всем доброе утро а те кто нашел в себе силы проснулся так рано вот для тех кто не работает и поэтому может проснулся рано либо наоборот кто только идет спать неважно новый год новый 2024 год уже много поздравлений было сказано много слов было сказано а я не люблю повторение плюс ко всему я уже говорил о том что я не умею поздравлять у меня не выходит это искренняя когда нету искренности но мне не интересно вот что-то говорить просто ради того чтобы сказать поэтому сегодня сразу мы переступим приступим скорее всего к раскладу наш расклад я хотела сделать что-то такое легкое первый расклад в этом году вот а кто-то сможет посмотреть кто-то позже посмотрит и я решила поставить тему которую когда-то предлагала ирина у нас в телеграме в чатике тема называется что я транслирую людям своим внешним видом то есть почему я одеваюсь именно так да такой достаточно ну на мой взгляд мне показалось легкий расклад делать я его буду не на таро а на метафорических картах колода называется про тебя вот позиции видите расклад будет по позициям когда он будет на одну позицию если это что-то такое глубокое я вам буду это говорить но в принципе вы сразу видите если нету камешков значит расклад быть на одну позицию вот но не сегодня итак давайте сразу приступим откладываем позиция номер один голубенький камешек смотрим единички вот между самой интересно 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 как я это сделаю на метафорических картах но на всякий случай подстраховалась колодой таро будем смотреть что я транслирую людям своим внешним видом что мы транслируем так хочется сказать знаете душа нараспашку я не думаю что мы транслируем своим внешним видом какую-то вашу внутреннюю боль но здесь как будто бы человек действительно что-то хочет показать своим внешним видом что именно ну с одной стороны как тут душа нараспашку а с другой стороны а я поняла речь здесь идет знаете вот о доброте о щедрости взаимовыручки о помощи о поддержке то есть вот все вот эти вот добродетели либо такие позитивные качества до характера человек хочет сказать своим внешним видом плюс ко всему здесь еще может быть такое заявление что меня так много раз ранили мне и так больно то есть как некая такая просьба знаете не не причиняйте мне боль вот как то так не причиняйте мне боль что еще я транслирую своим внешним видом я правда представить не могу как это можно транслировать все внешним видом вот ну наверное здесь человек транслирует себя как человека у которого есть какое-то прошлое что-то в этом прошлом она есть болезни конечно прошлое есть у всех но вот в данном случае здесь не знаю может быть есть какие-то моменты которые человек хочет наоборот как-то скрыть забыть я бы сказала не скрыть а забыть то есть что-то что он хочет забыть ну-ка я посмотрю еще на на таро то есть что человек транслирует своим внешним видом я даже не могу представить здесь внешний вид человека что еще он транслирует своим внешним видом аркан справедливости дам здесь ваша внешность она я имею ввиду ваш стиль в одежде он здесь может быть по-разному у кого-то он может быть такой знаете вот что нашла то я дело потому что мне так комфортно и мне наплевать абсолютно на то что кто-то что-то будет говорить почему потому что у меня есть свои какие-то травмы свои какие-то заморочки и заморачиваться на мнение других людей как я одета мне все равно есть другая категория наоборот это люди эстеты это люди которые любят красиво одеться здесь не про роскошь а здесь именно про вкус то есть здесь люди даже если одеваются так скажем ну в простую одежду не важно откуда она куплена вот я к чему хочу сказать то есть не обязательно будет дорогие бренды но из другой стороны это не какая-то такая не знаю безвкусица нет здесь не об этом здесь обязательно есть какой-то вкус у человека да то есть человек привносит в одежду какие-то свои фишки у человека есть какой-то свой стиль здесь об этом идет речь да то есть пост справедливости здесь может быть если мы выражаем какую-то свою доброту да и вот это вот радушие открытие такое чувство что здесь человек как-то одевается больше по спортивному то есть если это даже женщина она предпочитает больше либо брюки либо вот форму ну какой-то такой брючный формата либо леггинсы ну то есть что-то такое формате брюк не не формате меньше в меньшей степени здесь будет или женщины которые носят юбки платье я не знаю наверное если вы просто ну с возрастом до человек в возрасте то вот как-то так а так в принципе прям это вообще мало какой-то процентом 35 процента а так а в большей части человек носит какую-то комфортную удобную ему одежду почему-то она мягкая вот мягкая теплая для вас это важно мягкая теплая те кто любит одеваться достаточно эстетично то со вкусом да то здесь скорее всего речь идет о профессиональной какой-то сфере где вы должны соответствовать не знаю вот атмосфере до в которой вы находитесь поэтому не то чтобы здесь какой-то официальный трес-код здесь вот как-то просто нужно соответствовать и по-другому не получится а так здесь в принципе люди ну любят такую простую одежду удобную но со вкусом еще расскажу так а почему мы одеваемся именно так почему мы одеваемся именно так так карта перевернулась почему мы одеваемся то есть то что мы транслируем я показала да почему мы одеваемся именно так тоже да в соответствии с арканом справедливости почему а потому что так правильно здесь вопрос правильности и уместности он есть опять же если вот то что я говорила до про юбки то потому что ну как то вот так правильно что ли опять же таки здесь больше профессиональную сферу если вы куда-то идете либо опять же таки если идете в гости например и нужно одеть какой-нибудь там есть на коктейльное платье ну праздник я имею ввиду какой-то да то это опять же таки потому что так правильно с другой стороны здесь вот эта вот категория людей которые одеваются комфортно удобно у них идет какой-то такой бунтарский дух то есть я буду одеваться так как я хочу потому что мне интересно идти против каких-то правил устоев да то есть вот как-то наперекор мне так хочется и я так буду одеваться и мне наплевать здесь вот здесь бунтарский вот этого дух до противоречия я хочу противоречить кому-то да то есть я не хочу каких-то рамок ограничений я буду одеваться так как я хочу то есть вот какая-то знаете такая манифестация может быть не принятие каких-то правил и норм да это с одной стороны а другая категория людей наоборот соответствует вот прям этим нормам каким-то в одежде еще почему я одеваюсь так как одеваюсь потому что ну человек вот то что я сказала да носит какие-то рамки он закрывается с одной стороны рубашка человек рубашка на распашку все всем покажу все всем расскажу а с другой стороны все равно у человека одежда она является каким-то таким защитным механизмом и он как будто бы одевает одевает маски да то есть человек здесь прячется за одеждой то есть с одной стороны может быть допустим к примеру если у вас есть там есть на и пирсинг тату разные с одной стороны вы хотите это показывает да вот даже если вас допустим осуждают а с другой стороны бывают моменты когда вы наоборот закрываете прикрываете потому что считаете что это что-то такое личное не я не хочу никому показывать вот что-то такое здесь но я могу сказать что вот одежда она является атрибутом вашей роли которую вы играете опять же таки то очень хорошо проигрывается в контексте профессиональной сферы здесь может быть знаете какая-то даже специальная одежда там ну я не знаю если например день работаете в каком супермаркет да в каких-нибудь магазинах вот где есть специальная одежда то в большей степени вот вы находитесь вот какой-то такой специальной одежде ну она соответствует вашему профессиональному статусу то здесь не только что-то такое вот красивая может быть да но и не знаю какие-нибудь комбинезоны какие-нибудь специальные халаты пиджаки вот что-то такое рубашки какие-то специальные специальная одежда еще почему вы одеваетесь именно так но вот по спортивного потому что вот вам комфортно вам так комфортно вам удобно возможно вы много передвигаетесь но здесь вопрос удобства в большей степени помимо комфорта то есть допустим ну практичности я имею ввиду если вы ведете какой-то активный образ жизни то вам проще там я не знаю быть в кедах и в форме либо в каких-то брюков широких да чтобы вот можно было спокойно передвигаться спокойно сидеть не вот и не задумываться о правилах приличия да вот что то такое возможно вы я не знаю занимаетесь спортом и вот дорога я не знаю вот на как это на какое-то помещение до спортивной там не знаю например на йогу да вот 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 туда и обратно и эта дорога и чтобы ну не переодеваться то есть вы уже идете в таком обличье да для того чтобы позаниматься спортом что тут такое на то есть вы не переодеваетесь там на месте я не знаю может быть человек занимается есть какое-то хобби занимается танцами да и вот проще уже идти там допустим на танцы вот какой-то такой одежде под под танцы сделаны вот как-то так такой коротенький расклад не буду копать к фото смотрим так это у нас с вами было об и на что первая позиции голубенькие камешек красненькие камешек смотрим двоечки смотрим вас на что вы транслируете своим внешним видом здесь у кого-то знаете такой внешний вид гения обычно у нас ассоциируются гении это с в одежде да такой стиль вот что нашла то и отдела не то чтобы он не приятные но вот бывает так что застегнете например рубашку не ну неправильно не на одну на как это криво да на одну пуговицу и не соответствует пуговицы с дырками да как-то вот ну криво застегнули рубашку либо не знаю вот какой-то несуразный вид здесь может быть что вы транслируете тем то то что вы в некоторой степени рассеянная но рассеянность здесь идет с точки зрения того что есть что-то более интересное вашей жизни и вы заняты этим и поэтому одежда она для вас не столь актуальна это вот для кого-то да то есть то что я говорю это всегда подходит не всем да поэтому слушаем что подходит все-таки расклад общее что еще вы транслируете людям своим внешним видом здесь кто-то любит очень такие яркие светлые тона приятные транслируете спокойствие гармония вот здесь вот я могу сказать что женщины любят платья причем платье вот какой-то тонкий такой материал я не знаю шифон вот что-то такое она может как-то мне еще показывать знаете вот платье она как-то двойной то есть один материал ну вот как подкладка более плотный а сверху он может быть материал какой-то такой прозрачный да либо тонкий вот как-то так двойной либо если это платье то они вот именно с подкладкой но они какие-то такие легкие знаете вот как летний в цветочек очень в мелкий цветочек нравится либо там белый в какой-нибудь цветочек платье здесь также могут быть вот с рукавом фонариком до либо широкие какие-то рукава либо что-то на тесемочках которая завязывается на плечиках то есть вот здесь какие-то такие платьишки могут быть прям ну не знаю как сарафанчики вот что-то такое но это очень легкая и летние либо платье комбинации если это что-то такое вечерние вот но здесь не идут больше знаете как-то женщины у которых хорошая фигура опять же таки хорошее понятие растяжимое ну то есть даже если есть какой-то лишний вес это не безобразно то есть это настолько гармонично что вы можете себе позволить да не задумываясь о том что там не знаю руки толстые либо еще что-то там ну вот что-то вас не удовлетворяет ну то есть вы можете себе позволить одеть платье что-то там подчеркнуть очень красивая не показываю здесь просто белую кожу у вас либо вот вас загар не берет так еще что вы транслируете своим внешним видом но здесь в женственность транслирует мечтательность какую-то вот я говорю у меня идет чистота чистота вашей души полета и одновременно мечтательность когда человек мечтательный он может быть забывчивым он может быть забывчивым у меня почему-то все время идет то что вы забываете как-то ключи либо вот вы ходите из дома потом обратно возвращаетесь да потому что не знаю что-то забыла поэтому уходите и возвращаетесь какой-то стиль романтичный в одежде тоже может быть еще вот ваша одежда она как будто бы наглажена очень хорошо и вот пахнет не знаю то ли порошком то ли чем но в общем что-то такое вот ну как чистотой здесь помимо духов здесь вот ваша одежда она она пахнет чистотой я не знаю как это объяснить здесь какая-то свежесть идет да вот свежесть от одежды она опрятная она опрятная что еще вы транслируете людям своим внешним видом любовь красоту то что я сказала да знаете цветочки и все такое любовь красоту мечтательность романтизм открытость доверие может быть где-то мнительность веру в что-то сакральное веру в судьбу высшей силы и вот в метафизическое все да здесь есть такое а есть еще категория людей которые любят футболки либо худи но с принтами и эти принты они каким-то образом связаны там с магией не знаю может быть кому-то нравится там черепа либо котелки разные ну то есть такой ведьминский атрибут на любят здесь вот эти вот принты и кеды и не знаю кеды суда каким боком но вот почему-то кеды а если болит не обувь то как-то вот сандалии я не я не думаю что вы любите здесь высокие каблуки то есть даже если вы любите вы их вам сложно одеть их потому что не знаю то ли ноги устают или что-то вот вы предпочитаете более удобную такую обувь на невысоком каблучке если есть каблучок он чтобы он был невысокий вот что-то такое виде лодочек такой простой обувь на невысоком каблуке так а почему почему вы одеваетесь именно так почему вы одеваетесь именно так мне идет дом дом уют дом уют почему вы одеваетесь именно так еще знаете если вы дома наверное вы одеваете фартук когда готовите что в принципе да многим женщинам уже не свойственно наше время но вот у вас есть этот фарточек полотенца такое знаете где руки вытираете на кухне когда что-то готовите почему вы одеваетесь именно так не знаем такое ощущение что от вас просто мама так научила что ли либо дома так было принято здесь вопрос привычки то есть вы и раньше как-то так одевались и сейчас просто продолжаете здесь вы не задумываетесь о каком-то своем стиле либо еще что то еще почему вы одеваетесь именно так а иногда иногда хочется сказать что чтобы вот как-то отшить мужчин не знаю почему каким образом одеваясь женственно можно отшить мужчин я не знаю но здесь такое что то либо наоборот понравится мужчина мне почему-то больше идет как-то вот отшить так еще почему вы одеваетесь именно так вот я говорю как-то вот в детстве там либо мама приучила либо ну то есть вы давно так как-то одеваетесь не могу понять как тут выбрали для себя какое-то направление здесь еще знаете есть малая категория людей которые либо сами шьют либо здесь какая-то дизайнерская одежда дизайнерская в контексте того что какой-то стиль такой придуманный специально под вас либо вот я говорю вы сами как-то себе придумываете какой-то один конкретный стиль но он такой яркий либо у вас есть какой-то как он называется звезда какая-нибудь да там не знаю актриса певица и вот вы одеваетесь примерно в таком же стиле потому что вам это нравится вам кажется что это очень со вкусом и стильно но здесь любом случае чтобы вы не одевали это очень женственно даже если вот эти вот футболки принты и все такое это все равно будет очень женственно но просто у вас такая энергетика по-другому здесь быть не может так это у нас с вами была вторая позиция кстати заметили что здесь на карте дракон изображен до символ символ нашего нового года и мы с вами переходим к позиции номер до 3 зелененькому камешку троечки давайте посмотрим вас до что вы транслируете людям своим внешним видом какая-то темная одежда идет ну помимо того что карта такая да как человек который нуждается в помощи опять же таки я не знаю вот как эти качества выражаются в одежде ну то есть как как это сказать какой-то стиль может быть да в одежде но вот как будто бы не знаю это считывается невербально это как-то считывается что еще вы транслируете людям но здесь какой-то стиль человека который имеет творческую натуру да либо вот как здесь на картинке изображено либо рисует то есть здесь одежда может быть вот как изображено прям не футболка именно рубашка и джинсы да как художника стиль художника то есть вы здесь одевайтесь как-то для любимого хобби то есть вы транслируете своей одежды что у вас есть какое-то хобби и люди это считывают именно не знаю может быть здесь вы носите как это значки вот у нас было раньше да в советское время вот какие-то значки какие-то вот брошки отличительные какие-то знаки вот мне почему-то показывают они круглые не какой-то формы конкретные может быть нашивки какие-то ну например как на скорой помощи люди работают да и есть отличительный знак это крест и здесь вот как будто бы какая-то такая нашивка но она на левую сторону идет на грудь на левую сторону на левой стороне скорее всего с левой стороны впереди какой-то такой отличительный знак либо брошку либо либо логотип какой-то написанный вот вот почему-то это мне показывает еще кто-то здесь носит как-то кепки прям нравится кепки шапки шляпки ободок что-то такое вот кепки больше идут на кепке я имею ввиду как это он называется джокеры какой не знаю вот эти вот спортивные так еще что вы транслируете людям своим внешним видом знаете хотелось бы показать своим внешним видом насколько вы прекрасны насколько вы уникальный но это только хочется это вот как будто бы внутри а снаружи вы наоборот как-то одеваетесь не невзрачно знаете что здесь как будто бы такое ощущение что если ты хочешь понять кто я то не оценивай меня по одежке по одежке здесь какой-то такой девиз какое-то такое представление я не буду тебе показывать кто я есть на самом деле дал вот своей одежды то есть не буду выпячивать показывать наличие своих денег да либо еще что-то я буду одеваться таким образом чтобы вот скрывать свой внутренний мир чтобы человек захотел если я ему действительно нужна и цена чтобы он меня познал но не они не по одежке здесь человек наоборот закрывается вы даже если это например что-то что застегивается там куртки и пиджаки и рубашки вот то что впереди на молнии застегивается на пуговицы там я не знаю наклепки какие-нибудь вы все что застегивается и всегда застегиваете доверху вам так безопасно вы как будто вы знаете как это закрываетесь закрываете если первой позиции люди наоборот открываются это номера то вы закрываетесь что еще я транслирую людям своим внешним видом что вы как будто бы хотели изменить свою жизнь что вы хотели бы жить как-то по-другому что есть у вас скелеты в шкафу вы их тщательно скрываете и поэтому вы как будто бы от этого бежите от своего прошлого и хотели бы как-то изменить свою жизнь опять же я не знаю как это во внешнем виде может выглядеть да то есть но здесь еще такой расклад я выбрала да еще и на метафорических картах я думаю что это будет намного проще но невербально до люди вот считывают по вашей одежде что-то такое хорошо почему вы одеваетесь именно так ну потому что здесь как будто бы люди одеваются знаете еще как с возрастом типа ну допустим бабушкам свойственно носить платки я буду носить либо соответственно пример там не знаю с религиозными какими-то понятиями да надо покрываться поэтому я буду покрываться то есть здесь почему-то у меня акцент идет на людей очень взрослых и ну старше семидесяти лет да и поэтому я одеваюсь в соответствии со своим возрастом вот то что я говорила да закрытость вот опять же такие кофты какие-то видите на пуговички прямо до самого верха закрыты то есть я одеваюсь в соответствии со своим возрастом я не буду там носить что-то такое модное ну то есть мне это не нужно эти какая-то серьезность тоже идет опять же таки у какой-то определенной категории людей не всем это подходит общий расклад почему вы одеваетесь именно так ну то что я говорила да есть какие-то скелеты в чулане здесь еще вы одеваетесь так то что вы хотите быть незаметными чтобы на вас не обращали внимание вообще вот чтобы знаете вот ваша жизнь она была приватной вы никому и не рассказывайте потому что не хотите я не могу сказать что страдаете скрытностью до специально что-то но вы не тот человек который вот прям будет везде кричать о своей личной жизни наоборот вам хочется быть вот серым кардиналом здесь проскальзывает то что внутренние стержень у человека очень сильный мощный но он это не будет выпячивать наоборот это будет скрывать если вас есть какие-то навыки умения вы это будете скрывать типа если надо я покажу а не надо вот кому попало я не буду то есть я не могу сказать что здесь человек ценит себя здесь нету такого это вопрос не ценности это просто вопрос того что если я на виду мне некомфортно потому что ко мне как-то привязывается с какими-то вопросами расспросами и вообще вот это вот коммуникация с людьми это не совсем ваша а если она и присутствует то в силу вашей профессиональной сферы потому что ну вынуждены а так была бы ваша власть вот здесь такое ощущение да я бы я бы была вообще вот в каких-то серых тонах одевалась как будто бы серые коричневые черные темно-синие вот это вот ваши тона причем без совмещения с какими-то другими то есть вот однотонные ну допустим там черный вверх черный низ на серый вверх серый низ что-то такое и вы не очень-то любите цвета тем более яркие вы наоборот скрываетесь на она давайте то что я сказал да друг на друга смотрим до скрываемся друг от друга почему вы одеваетесь именно так ну потому что вам нравится смотреть на других людей которые одеваются очень ярко может быть со стилем вкус со вкусом то есть вы находите здесь больше в позиции наблюдателя нежели в позиции в позиции человека который проявляет себя если у меня так идет вот такой был у меня сегодня для вас расклад еще раз с наступившим новым годом всего вам самого наилучшего а я с вами прощаюсь до среды на следующей неделе у нас с вами будет прямой эфир я позже напишу наверное следующей неделе напишу пост в этом прямом эфире я буду разыгрывать подарки какие что все расскажу когда выйдет пост разделе сообщества тоже про это про анонсируя поэтому нас прямой эфир будет с подарочками все всем прощаюсь благодарю ирину за идею всего самого наилучшего всем пока пока